Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой Я думаю, что каждый болельщик сборной России с этими же словами в душе и сердце болел за нашу сборную И сегодня этот матч, наверное, как никогда был настолько важен Как для победы на чемпионате мира, так и для победы над сборной Германии Для наших родных, любимых ветеранов Эта победа сборной России еще раз доказала превосходство нашей любви, силы нашего духа и силы нашей матушки России Несмотря на то, что война закончилась у нас давным-давно, но я думаю, каждый знает и каждый помнит И все равно у всех в душе и в сердце где-то сидит тот самый осадок за наших Когда фашисты ворвались на российскую землю И спасибо всем бабушкам и дедушкам Спасибо тем, кто отстоял сквозь боль, смерть и слезы за нашу родину Ведь кто знает, если бы не они, кем бы мы были сейчас И были бы мы вообще сейчас с вами Всем вам, дорогие наши ветераны, низкий поклон С таких слов, ребята, я начинаю обзор на очередную игру чемпионата мира по хоккею 2017 года Сегодня бились сборная России и сборная Германии Великолепнейшая, контратакующая, скоростная и, конечно же, прекрасные комбинации Сегодня были от нашей сборной Это было что-то Вот такой вот хоккей показала сегодня наша сборная России И в очередной раз доказала свое превосходство над мастерами сборной Германии Два подряд периода наша сборная атаковала, прессинговала сборную Германии Не давала им сыграть в большинстве И за ихнюю грубость наши ребята отомстили Великолепный, прекрасный гол в исполнении паса от Додонова на Шипачева И Шипачев забивает первый гол ворота сборной Германии В самом начале первого периода Для немцев, конечно же, это был шок И тут сборная Германии начала показывать свою грубую игру И когда, сука, номер 50 Хаггер сбил нашего капитана Мазякина То так хотелось оказаться именно там И расколотить ему вместе с Плотниковым ела Благо, суди дали ему 5 плюс 20 И он свалил нахер вообще Чтобы глаза его не видели Будем надеяться, что Мазякин без серьезных травм То, что он появится в следующей игре Дай бог ему большого здоровья Но сборная России это просто так не оставила И наша, оказавшись в большинстве Отомстила за Мазякина А именно Шипачев забил второй гол ворота сборной Германии Второй период, да, мы начали в меньшинстве Зуб у нас сел в конце первого периода на скамейку Но нифига у немцев не получалось Наши очень хорошо защищали свои ворота Андрея Василевского Андрей Василевский прекрасен как никогда Молочинка просто Очень большое время наши держались постоянно в зоне сборной Германии Давив постоянным прессингом Не дают немцам просто выйти со своей зоны И перейти в контратаку Дрочили, наверное, их три смены подряд Барабанов просто Молочинка убрал с поля боя Ридера Все в рамках правил Ибо нехрен Как только у нас села на две минуты штрафа Ясен Келец Тут же наши остались в большинстве И Гусев Прям как по маслу Забрасывает четвертую шайбу Третий раз наказав сборную Германию За ихнюю охреневшую грубость Да, конечно же, у немцев тоже было Три опаснейших атаки в сторону наших ворот Но Никита Кучеров вышел один на один И забросил пятую шайбу Хана, короче, немчуре настает И впереди у нас третий период Да, конечно, немножко в третьем периоде Наши ребята остыли Начали больше возить шайбу И тут, конечно же, немцы подловили на этом И Мацик забивает в наши ворота Свой первый гол от сборной Германии Потом у нас удаляется Шипачев За наезд на Плахту Но то, что Плахта рубанул по ногам Белова Это как бы судьи вообще не увидели То есть это было все нормально Тут, конечно же, надо сказать То, что да, ладно, играли в Кельне, в Германии Поэтому, наверное, судьи немножко более сдержанно Относились к сборной Германии Нежели если с нашей стороны малейшее движение И все, наш игрок мог отправиться на две минуты И только Шипачев у нас отправился на скамейку штрафников Тут за нашими воротами В борьбе за шайбу Плотников обменивается толчками с Раймером И судьи отправляют его тоже на скамейку штрафников И в итоге наши остаются трое на пять Мы в меньшинстве Конечно же, немцам здесь уже забить намного проще И игрок сборной Германии Гагула забивает вторую шайбу Ворота Андрея Василевского Никита Кучеров, подумав то, что Ребята, вы что, совсем что ли? У меня для вас есть тоже подарок И на восьмой минуте 20 секунд Никита Кучеров забивает шестой гол в этом матче Еще становится 6-2 И тут надо сказать то, что сборная России Опять вернулась в свое русло В своем направлении игры Опять начали давить сборную Германии Но, к сожалению, Тиффенс на 51 секунде До конца третьего периода Забивает в наши ворота третью шайбу Но, ребята, счет у нас 6-3 И сборная России победила сборную Германии В такой для нас важный день Ведь завтра 9 мая И в такой важной для нашей сборной России Для всей страны матче на чемпионате мира Всех с победой, ребята И всех с наступающим праздником В первую очередь Очень большого здоровья всем ветеранам К сожалению, их осталось очень мало Так что давайте побережем наших ветеранов Всем спасибо за просмотр Всем пока!